Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю финансовый университет при правительстве Российской Федерации. Моя работа выполнена с коллегами из университета. И тема моего выступления продолжает, собственно, предыдущую. Это развитие цифровых навыков. Речь в моем сообщении пойдет о развитии... Прошу прощения, у меня в данном случае черный экран. Коллеги, пожалуйста, видно меня, слышно меня? Да, вас слышно. Видно и слышно. Хорошо, спасибо. Видно и видно, все в порядке. Как раз в продолжении предыдущей темы о развитии цифровых навыков. Но мы говорим именно о профессиональных навыках. Это, наверное, уже более частные вопросы. Мы выделили как раз те основные навыки, которые возможно формировать уже на первом курсе. То есть мы предлагаем свое исследование по формированию начальных цифровых навыков в рамках дисциплины компьютерный практикум. с целью построения преемственной линии, начиная с первого курса, формирования компьютерных навыков, цифровых компьютерных навыков для именно современного экономиста. Но так как вот конференция наша носит междисциплинарный характер, они актуальны на самом деле практически всех современных специалистов, выпускающихся сегодня. В январе этого года Минэкономразвития утвердил после долгих обсуждений перечень цифровых компетенций цифровой экономики. В его состав вошли коммуникация и кооперация в цифровой среде. Обратите внимание вот на эту компетенцию, она поставлена на первое место. Саморазвитие в условиях неопределенности, креативное мышление, критическое мышление в цифровой среде, управление информацией и данными. Финансовый университет ставит своей целью подготовку глобально конкурентоспособных специалистов в области владения цифровыми навыками с точки зрения современного экономиста. В 2016 году у нас анализа данных, принятие решений и финансовых технологий. Целью которого является быть центром в разработке вот таких вот цифровых компетенций. Изменены программы и в частности для устойчивого формирования цифровых навыков на выпуске уже цифровых компетенций специалиста. На первом курсе для всех бакалавров введена специальная дисциплина компьютерный практикум. Цель этой дисциплины усилить математическую подготовку выпускников и в то же время заложить основы владения компьютерными технологиями в финансах и в экономике. Те навыки, которые закладываются в изучение компьютерных практикум на первом курсе продолжают формироваться в рамках дисциплины анализ данных на втором курсе. Это тоже общая дисциплина, которая идет, проходит для всех бакалавров. И далее уже цифровые профессиональные навыки формируются и закрепляются в рамках вот специальных прикладных дисциплин. Мы предлагаем свой опыт по формированию у студентов первого курса вот основных профессиональных навыков. И мы считаем, что уже на первом курсе процесс должен быть выстроен так, чтобы была, образовывалась преемственность содержательная и технологическая. И поэтому наш доклад называется пропедевтика профессиональных цифровых навыков. Возможности для такой пропедевтики кроются в программах почек дисциплин, компьютерный практикум и анализ данных. Если мы возьмем сравнение этих дисциплин, то увидим, что компетенции в них либо совпадают, либо опираются на знания, умения и навыки, которые вы видите на слайде. Конкретизируем те навыки фундаментальные, на наш взгляд, которые мы выделили, которые мы формируем на первом курсе у студентов. В первую очередь это умение скачивать данные из электронных ресурсов. Для студентов интереснее всего идет работа с реальными данными. Поэтому уже на начальном этапе обучения мы используем реальные данные Росстата, биржи, каких-то статистических агентств. И здесь важным является требование представить информацию в итоге в том виде, в котором кто с этим сталкивался, тот знает, что это достаточно непростая задача. При этом возможно использование иностранных ресурсов. И здесь возникают свои сложности, потому что там тоже используется другой формат данных. Кроме этого, у студентов должен быть сформирован навык по использованию различных видов сортировки, фильтров, выделению тех или других элементов массива. Основы визуализации данных тоже очень важны для студентов экономических направлений. В процессе построения графиков функций касательных мы отрабатываем еще такие навыки, как представление данных, изображение диаграммы, подписи осей, маркеры, выбор ракурса изображения. То, что в дальнейшем будет востребовано. Также важным навыком для современных специалистов являются навыки по импорту и экспорту данных из одного ресурса в другой. Здесь тоже возникает множество проблем, в частности, связанных с форматами данных. Поэтому работа по импорту и экспорту из одной программы, в частности, мы работаем в Excel и R, и мы делаем переход из одной программы в другую. И в том числе обращаемся к отдельным пользовательским функциям, прописанным, и отдельным библиотекам. И студенты должны привыкать спокойно относиться к такого рода деятельности. Решение задач приближенными методами – это важная очень часть работы, в том числе современного экономики. К сожалению, на математике, которая у нас идет параллельно с компьютерным практикум, у нас не хватает времени на изучение приближенных методов. И вот на компьютерном практикуме мы тоже выделяем это как отдельный цифровой навык – это использование приближенных вычислений с помощью компьютера. И последний навык, который мы выделяем – это умение активно использовать встроенные математические, финансовые и экономические функции. Такие функции есть практически во всех средах. И здесь еще интерес, ну, всегда при возможности мы проговариваем, сравниваем, в чем отличие той или иной функции в разных программах. Мы посмотрели с вами фундаментальные технологические навыки, их можно отнести к информационным навыкам, но цифровые навыки в перечне цифровых компетенций включают в себя не только технологические. В частности, я обратила внимание, что на первом месте в перечне компетенций цифровых именно поставлена компетенция коммуникации. Ну, и мы с коллегами тоже интересуемся этим вопросом, изучаем возможности формирования коммуникационных навыков в рамках преподавания дисциплины математического цикла. И нами выделено три направления такого рода деятельности. Это навыки взаимодействия и работы в команде. Сюда можно отнести групповые задания, взаимное консультирование, квесты, соревнования. То, что тоже мы стараемся проводить на компьютерном практикуме, используя в том числе экономические приложения и математические модели. Навыки публичной цифровой активности – это выступление с операциями, подготовка каких-то собственных медиаресурсов. Это сейчас вызывает такой достаточно интерес у студентов большой. Ну, и участие в различных онлайн мероприятиях. И третье направление деятельности – это аспекты общения в цифровой среде. И здесь мы обращаем внимание на потенциал электронного тестирования как некое направление в обучении, общении в цифровой среде. На самом деле опыт показывает, что такое общение вызывает у студента затруднения. Почему мы считаем, что процесс электронного тестирования – это форма как раз общения в цифровой среде? Это общение имеет ряд характеристик, которые в дальнейшем в профессиональной деятельности могут пригодиться. В частности, это общение в условиях жесткого регламента, общение на заданной площадке без дополнительных вопросов, которые любят задавать наши студенты. Здесь у них нет такой возможности. И, естественно, в строгом ограничении по времени. И вот наш опыт использования Сокрэйтива, Google Form для электронного тестирования показывает, что с наработкой опыта в этом направлении студенты более спокойно относятся к такого рода деятельности и правильно выполняют задания. Ну, таким образом, пропедевтика формирования цифровых коммуникационных навыков рассматривается нами с технологической точки зрения, с организационной точки зрения. И, конечно, мы основываемся на практикоориентированном подходе. И используем такую идею ранней профилизации, о которой мы говорили два года назад на этой же конференции. Что является перспективным? Уже сегодня на первой секции говорилось об этом. Это междисциплинарные продукты. Они, как правило, вызывают большой интерес у студентов и позволяют им креативно использовать те знания, которые ими получены. Ну, вот в частности, у нас в финансовом университете создан такой бизнес-инкубатор, который называется Чипайхаб. И там студенты могут реализовывать какие-то свои стартапы. Ну, вот на этом, собственно, я закончу. Спасибо за внимание. И хочу только еще раз подчеркнуть, что мы считаем, что вот эта вот линия по формированию цифровых коммуникаций, она должна быть продумана. Она должна быть, ну, иметь содержательный аспект технологический и организационный и начинаться уже на первом курсе обучения. И, несмотря на то, что вот я рассказывала достаточно такой специфический предмет, да, компьютерный практикум, вот те основные навыки, которые я выделила в своем выступлении, наверное, полезно при любой возможности, при изучении любых дисциплин, в общем-то, пытаться формировать у студентов. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое за выступление. Да, действительно, я считаю, что у нас такая миросциплинарность повысилась из-за того, что, да, все по времени выступают. Но, тем не менее, мне кажется, этот опыт очень интересный, да, потому что мы видим больше и очень много интересных форматов. Давайте вопросы, если есть. У нас не так много времени осталось, но, пожалуйста. Кто-то хотел вопросы задать? Я вроде видел, вот кто-то руку поднимал. Так, уважаемые коллеги. А вот тогда у меня вопрос такой возникает, да, мне вот очень интересно вот это, да, вообще вся цифровая среда, а вот какие-то, да, вот моменты отрицательные вы видите вот в том, что студенты, да, вот мы их стимулируем к, да, освоению навыков и так далее, цифровых расчетов. А вот какие-то отрицательные моменты вы в этом видите в каком этом процессе или вам кажется, что это вот абсолютно правильное управление, предыдущий докладчик тоже, да, сказал о том, что мы все должны идти в цифровую, так сказать, среду, это правильно и, как бы, да, это единственный наш путь верный, так сказать. Да, я вот так, когда на кафе философии, ну, на кафе учиться наук в качестве философа, так сказать, выступаю, у меня, на самом деле, есть что-то сказать. А вот вы как считаете, какие-то отрицательные моменты у вас есть или нет? Ну, безусловно, как и везде, есть и положительные моменты, и отрицательные. Мы можем смотреть на это с точки зрения просто человека, с точки зрения педагога. Вот сейчас в дистанционном обучении мы, конечно, видим отрицательный момент в том, что мы не контролируем выполнение заданий. И здесь уже на нас ложится такая миссия по формированию вот этих заданий в том ключе, вот сейчас я больше говорю к математике относящейся, да, что у студентов не было возможности просто бездумно списывать. Это, конечно, тоже определенная нагрузка на человека, на педагога. А вот что касается с точки зрения человека, то тоже я, в общем-то, здесь более таких гуманитарных позиций придерживаюсь. И я считаю, что если человек не имеет телефона и не имеет компьютера, он, безусловно, должен пользоваться, иметь возможность пользоваться всем, что государство ему представляет. Поэтому, конечно, вот в таком едином ключе здесь не должно быть, вот, не должно быть, что касается профессиональной деятельности, то, безусловно, здесь придется констатировать, что вот владение вот этими цифровыми навыками выходит на такое, ну, первое место. Но причем вот для нас на самом деле, почему я обращала внимание на цифровую коммуникацию, для нас было удивительно, что вот в перечне поставлена коммуникация цифровая на первое место. То есть все-таки вопросы общения, они остаются на первом месте. Сюда же относится вот как раз работа в команде. И самое интересное, что вот мы тоже проводили исследования, и мы увидели, что и работодатели ставят на первое место вот как раз тоже коммуникацию. То есть у них идет владение практически 50 процентов, это владение информационными технологиями, и где-то тоже около 50 процентов оценивается коммуникация в цифровой среде. 20 процентов это специальные профессиональные навыки. То есть для нас тоже это было вот очень удивительно.